Я так рад, что работает, поэтому мы вас приветствуем, Александр. Вы же у нас в Курске находитесь, в Курске, да? Да, доктор, в Курске, здравствуйте. О, шикарно. А у меня как раз в гостях Анастасия, она же приехала из Рязани. Ну, а Наташа у нас, писатель из Белоруссии, так что мы все собрались, потому что школа наша «Человек будущего» как раз и занимается тем, что люди, независимо от того, где они родились, где они живут, в какой стране, в каком городе, все объединяются для развития тех качеств, которые самые главные в жизни. Это локоть товарищей, это неконкурентный диалог, это поиск совместного, самых главных решений, каким человеку нужно быть и вообще, каким он будет через тысячу лет вообще-то. Какие качества у него должны быть, чтобы развивать этот гуманизм, чтобы человек думал не только о себе, но и обо всех, о вечных человеческих ценностях. Как вы на это смотрите? Мы можем поговорить на эту тему сейчас? Ну, конечно. Во-первых, очень приятно, что вы отмечаете, что мы, может быть, застанем развитие ключа уже через тысячу лет. Так, уже интересно, да, уже интересно, да. Поэтому в этом ключе, то, конечно, да, давайте поговорим. Это, мне кажется, будет интересно всем. Интересно, какая у вас погода сегодня в Курске? Сложно сказать, что жарко, несмотря на то, что, значит, 33-34 градуса было так. Ну, это же вообще... Замечательная, замечательная она тем, что уже все-таки под конец, и все-таки ночи холодная, поэтому очень комфортно было. Не жарко, не холодно, ну, просто замечательно. Ну, а у вас? А как в Рязани? Тоже тепло, в принципе. 25 у нас сегодня было, 27. Я Настю живью, вижу первый раз. Мы общались через школу. Она там в Рязани проводит хороводы. Она проводит хороводы, а это мне очень любо, потому что в хороводных действиях... Вот Блок писал в свое время, что поэзий, заговор, заклинание, что в хороводе даже можно вынести рецепт вишневого варенья. Это такое психофизиологическое устройство. Очень интересно там. Ну, ты можешь сказать, Анастасия, нам просто... Да, занимаюсь я этим не одна. У нас целая команда единомышленников. У меня есть соведущие, ребята, которые прошли обучение в Санкт-Петербурге. Начали не мы, не мы первые. Так. Вот, да. Книжка, кстати, из разработки начали с Белоруссии. Да, что ты говоришь. Да, и вот у кого я сейчас учусь, Вероника Гавриленок, она из Белоруссии. Сейчас она вот в данный момент в Минске проводит свои семинары обучения. Ну, как замечательно. Вот как раз Наташа скоро выпускает свою книгу, как раз она почитает Белоруссию тоже. Да, да, вот. И таких ребят с каждым разом все больше и больше. Нас уже, наверное, десятки тысяч, очень много. В этом году мы провели большой-большой общий, международный, кстати, праздник хоровод мира. Высшая задача была, которого объединить людей в одном единственном хороводе. То есть высший смысл в том, что человек, держащийся за руки, уже соседа своего не обидит. Да, то есть, скажем, такая. Потрясающая, да? Да, такая идея. Мы запускали этот хоровод практически на весь световой день. То есть начали мы с Южно-Сахалинска. Сначала, точнее, была Австралия, Мельбору. То есть это было везде. И в Венгрии он прошел из европейских стран. Маленькие, большие. А так практически все города России уже были задействованы. Сейчас подводятся предварительные итоги, но это только на Дворцовой площади больше трех тысяч человек участвовали. Ну, это люди разных национальностей, разных культур. Да, это хоровод мира. То есть это когда любой человек любому комфортно. То есть настолько все подобрано, что независимо от вероисповедания, от цвета кожи, от физических возможностей, в Петербурге проходил хоровод мира для людей с особыми потребностями. То есть это было очень красивое действие. А что это такое? На колясках. На колясках. Слушай, это потрясающе. То есть люди, которые лишены возможности ходить, они также участвовали в хороводах? Я прошу прощения. Хотел бы эту тему немножечко уточнить. Потому как отношусь к этому вопросу, чтобы термины употреблялись правильными. Значит, если люди с ограниченными потребностями или возможностями, то надо говорить физическими. Потому как мы буквально с доктором общались, и я говорил о том, что мы все люди с ограниченными возможностями. А я сказала с высокими потребностями. Да. А я и спрашиваю, уточняю, потребности или возможности. Я тоже хочу здесь важную вещь добавить, потому что мы считаем, что полная реабилитация даже для инвалида, это когда он становится не только адаптированным к своим ограниченным возможностям, но открывает свой потенциал творческий и становится полезным не только для себя, но и для всех. Так вот, что, доктор, я просто напомню, о чем мы с вами говорили буквально несколько дней назад. Что люди могут быть ограничены только физически. А потребность это уже, скажем, духовная такая составляющая. И ограничения, они касаются уже нас всех абсолютно. Независимо, на колясках мы или не на колясках ходим, или летаем, ползаем, или там еще что-то делаем. Без разницы. То есть, это такая духовная составляющая. Это, если хотите, вот как раз свобода. Это тот уровень свободы, на который надо выходить. А вот эти все ограничения физические уже как раз с помощью хороводов или с помощью еще каких-то других. Именно, именно. Именно. Я это точно могу как врач сказать. Что когда мы просто помогаем инвалиду, допустим, адаптироваться к своей ситуации. Ну, то есть, из болота как бы помогаем выйти. Будь то человек физически ограничен. Будь то в стрессе, потому что стресс блокирует наше сознание. Ограничен. Будь то в страхе каком-то находится перед экзаменом, перед выступлением, перед встречей важной. Он ограничен. Но мы как раз таки после того, как ему помогли. Мы как раз таки ему в нашей школе Homo Futuros как раз таки помогаем раскрыть свои творческие возможности. И это очень важно, потому что если человек реализован как человек, то у него появляется ощущение самобытности своей. То есть, он счастлив, когда он есть самим собой. Когда он не повторяет судьбу какого-то другого человека, не копирует кого-то другое, не играет какую-то чужую роль, а играет в жизни свою роль. И вот когда он становится таким реализованным, тогда он становится Созидателем, и он любит дарить то, что он делает, а не только брать. Не только брать, но и дарить, отдавать, создавать. Вот это очень важный момент замечен. И как раз таки вот это и есть духовное начало. Потому что все люди думают, а что значит духовное развитие? А духовное развитие же вот оно в чём. Это не просто так молиться, а не просто в церковь ходить, или в мечеть, или в синагогу. Духовное развитие – это как раз таки раскрытие своих творческих качеств. Беспокоиться не только о себе, но и обо всём человечестве. Это и есть духовное развитие. Доктор, вы выключили машину времени. Да, как раз был звонок, но нам постоянно звонят, потому что у меня же постоянно по роду моей деятельности как раз таки люди со стрессами и так далее. Ну мы ему сейчас ответим, там скажем. А если позволите вопрос к Анастасии? Да. Анастасия, я правильно понимаю, что вы предлагаете, значит, брать и менять всякие карнавалы на хороводы? Да, алло. Сашуля, извини, у меня запись идёт через часик. Можешь позвонить, да? Ну они все на записи сейчас, Сашуля. Ну ты езжай, езжай, езжай. Только мы очень занялись. Ну ты приедешь, будешь чай пить. Ну давай, давай. Давай, ага. Это профессор Полилов к нам едет. Но он не знал, что у нас запись идёт. Ну сейчас он приедет, я его посажу чай пить, а мы докончим нашу запись. Я повторю вопрос. Полилов очень интересный профессор. Он там в Институте машиноведения Академии наук. Он удивительный человек. Но если даже получится, мы его сюда как раз таки и заведём. Я извиняюсь, конечно. Вот это ваша жизнь. Ну что сделать? Я повторю вопрос. Правильно ли я помнил Анастасию и предложение этого всего движения? Поменять все хороводы, поменять все карнавалы, которые проходят. Да, там карнавалы разные, и неприятные, и приятные. Просто на хороводы. Ну, наверное, так неправильно, потому что каждый всё-таки находит своё. Но, скажем, даже ни слова реклама. Какие карнавалы? Карнавалы бывают разные. Но в чём прелесть? Есть постановочные вещи, конечно, праздники постановочные. Но любой праздник даёт чувство счастья. Просто хоровод, чем хоровод лучше, чем какой-то другой праздник, любой человек, находящийся, становится соучастником, сотворцем. Он не просто стоит и смотрит, да, что перед ним кто-то там пляшет, да. Он включается в игру. Он включается сам. Она карнаваля разные. Нет, он сам соучастен. Он не просто смотрит. Да, вот красивые люди идут, да, по тропе вот, допустим. То есть речь идёт о том, чтобы народные, народные праздники возродить, а не только делать искусственные. Об этом, да, Александр, или о чём? Я, может быть, что-то не понимаю. Нет, ну правильно, да. То есть я просто хотел уточнить. Хороводы есть практически у каждого народа. В том или ином смысле. И когда мы начинаем наш хороводный праздник, у людей включается генетический код. Людям хочется. То есть мы делаем сначала активную хороводу на движение. У них такое обоснование. Такое обоснование философское. Ну это очень здорово, что есть своя мифология возникновения то элемента культуры. Я это понимаю. Но если это сто лет назад наши бабушки и дедушки делали, они знакомились в этих хороводах, снимали стрессы, не знаю. Они по утрам вставали и песни пели. Я вот помню, что все фильмы у нас были такие, когда вот мужики идут на пашню там и песню поют там. И женщины там пели. Ну вот в свой момент, мне кажется, когда революция произошла 17-го года, потом чиновничий аппарат, когда начал тоже работать, они отменили естественные праздники, заменили их искусственными. И там даже появился день серпа и молота, понедельник, там еще какой-то. И вот тогда люди стали водку пить. Потому что, когда отменяют вот эти вот процессы, выработанные тысячелетиями, отменяют, ну вот допустим, отмените на Кубе вот эти вот танцевальные дела, отмените там вот эти вот танцевальные дела и песни в какой-то стране, где люди как раз эмоции свои выплескивают, так они тоже станут менее здоровыми. Поэтому хоровод – один из элементов, наверное, вот этой древней культуры, древней культуры, когда и эстетика есть, и объединение есть людей, и здоровье есть людей. Вот это соотворчество – один из элементов. Единственное, я хотела бы добавить, что хоровод, нужно понимать, что это на самом деле хороводный праздник. Это не вокруг ёлки, непонятно, да? Расскажи, расскажи, расскажи. Это целостный праздник, основанный на играх, которые были подняты из фольклорного материала, которые были кропотливо записаны нашими учёными, и интерпретированные частично, к нашему времени адаптированы, то есть чтобы любой мог в этом участвовать. Это не просто только хождение по кругу, на самом деле. А у тебя интереснее, да. Вот, это стройный праздник, то есть мы начинаем с активных движений, да? Причём хоровод – дело исключительно трезвое. Любая игра, любое движение, оно направлено на прокачку, я использую это слово, того или иного в организме человека. То есть сначала хоровод, мы сначала бежим, допустим, делаем капусту, да? То есть мы собираем людей, мы закручиваемся в спираль, и мы топаем, мы всегда говорим, вытягиваем спинку, улыбаемся, смотрим в глазки. Нет, извини, пожалуйста, Настя, ты мне рассказывала, вечера близ хутора Деканки. Вечера на хуторе Деканки. Да. Вот эти вот ви, там вот эти вот народные, такая вот… Ну, это фольклор. Фольклор. Там же тоже это происходило? Или там как это… Да, да. Да везде. Вечер папоротник собирает там. Ну, там он описывает все вот эти предания и праздники, там всё вечер на кануне Ивана купала. Да, 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 вот откуда всё растёт, да. Мы используем в своих праздниках большинство игр, которые были использованы нашими предками на брачных играх, скажем. То есть в хороводе или в игре можно было присмотреть себе пару. Да, если вот в горах девушки с парнями у колодца встречались, то и танцевали лесгинку, чтобы развивать мышцы, ловкость и так далее, да, то в хороводах это в таких играх происходило. То есть есть специальные игры, направленные на слад между людьми. И если ты подходишь человеку или не подходишь, уже видно в хороводе. Я такой юморист, я хочу немножко печика добавить. Дело в том, что у меня есть маленькая навелочка вот такая смешная, хоровод называется. Это знаешь, когда все танцуют, парни с девушками танцуют, хоровод, хоровод, хоровод. Вот они там друг на друга смотрят, а потом в какой-то момент как хлопок с неба, а теперь вы можете разойтись именно за теми, за кого замуж выйдете. И они все разошлись по разным парам. То есть это как вот мы начали разговор, есть карнавал искусственный, а есть карнавал естественный. Вот, кстати говоря, Настя у нас не только хороводами занимается. Чем она примечательна? Почему я, собственно, к нам ее в Москву и пригласил именно, чтобы мы вместе встретились. И она сделала труд. Она там с мамой разговаривает, что она поет в Москву, специально с нами встретится. Мы маме привет передаем, передаем папе привет. У нее прекрасные там друзья, у нее такой прекрасный сынишка. Это вообще будущий академик, потому что он будет в нашей школе хомофутурус. Но самое интересное еще к тому же, это хороводы, это народно-спеховая культура, это обычаи, поддержившие здоровье, творчество, сотрудничество и так далее. А у нее в руках шашка казацкая или дагестанская шашка. Это кизлярская шашка. Кизлярская. Снохерская ручка. Да, да, да. Она сейчас скажет, чем она занимается. Прежде чем вот этот вопрос, вернее, ответ прозвучит, хотелось бы спросить. А как же она ее довезла по Москве-то? Это у меня было. Это у меня было. Она пришла, увидела и говорит, что это такое. Дайте мне ее, пожалуйста. Я говорю, а почему ты это так сам? А я думал, как ты так спокойно с оружием по Москве передвигалась. Нет, она фланкированием занимается. А что такое фланкирование, она мне объяснит. Пожалуйста, объясни. Я занимаюсь казачьей, увлеклась казачьей фланкировкой, казачьей шашкой. Это черкесского образца, наверное, сделано в физляре. Для чего я это делаю? Ну, во-первых, от этого получаю удовольствие, скажем. У меня буквально год назад были шейные грыжи, и я даже расчесаться не могла. А сейчас я... Профессор Полилов приехал. Сашуля, можешь сюда подойти, пожалуйста, на секундочку? Вот. Посмотри, посмотри. Ну, да, 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 я тебя обниму. Да, я тебя обниму. Обнимай. Здорово. Покажись, пожалуйста Вот наш выдающийся профессор Здравствуйте, профессор Который занимается У него все эти дела научные Конгрессы и все прочее Много монографии и так далее Но он же при этом еще стихии создает Стихии сочиняет, удивительно Ну вот показался А мы пока закончим сейчас Наше мероприятие Я только со съезда приехал Со съезда приехал, а? Сашур, садись чай попей Тут важное событие Рассказывай про шашку Почему шашка? Просто спортом заниматься скучно Просто заниматься обычным восстановлением Мне скучно, не по характеру А вот взять что-нибудь экстремальное С интересом, с таким Мы же много ездим на фестивалях На фестивалях познакомились с казаками И они дали мне возможность Попробовать, что это такое И мне очень понравилось, я поняла, что это мое Я каждый день занимаюсь, тренируюсь Разрабатываю суставы, позвоночник И стал нам Казаки, наверное, там в восторге Тогда такая красивая девушка Там с шашкой, с шашкой Такая красивая девушка с шашкой Вот такой, в принципе С одной стороны, спорт восстановительный А с другой стороны С одной стороны, наверное, хороводы за культуру За сотрудничество А с другой стороны, холодным оружием Нет, здесь все очень просто Значит, сейчас очень сложно людей на что-то сподвигнуть Ну, просто реально сложно Вот Я теперь понимаю, как вы это делаете Вы берете шашку И шашкой Ну, вперед, хороводы в Одессе Вот я очень рад, что мы все вместе сейчас собрались А ведь у нас таких людей, которые тоже озабочены Как снизить войны на планете Как снизить кризисы Как сотрудничать Очень много людей И вот наша школа Homo Futurus Как раз этим занимается Прямо скажу Прямо скажу Сокращением войн и кризисов на планете Сохранением разума на Земле В результате, да Человек был человеком Потому что он темно отличается от животных Ну, и животные тоже могут Защитить, так сказать Соплеменника Быть стаей и так далее И страдания матери по детенышу Известно также и животных Но здесь Когда не только за своего детеныша страдаешь И можешь подвиг совершить Когда знаешь ради чего А ты можешь совершить подвиг И для человечества Вот это и есть духовное развитие Когда ты думаешь не только о себе Потому что если человек будет думать только о себе Один он и останется Скажите, Настя Вот у нас скоро очень большое такое событие будет Ну, в том числе и в Курске, безусловно Потому что 8 число Это там день голосования К чему я это все спрашиваю Потому что у нас по всей видимости Будет новый губернатор И он очень старается продвигать спорт И всяческие там спортивные моменты Значит Это со спортом связан хоровод? Это можно как-то связать? Я почему спрашиваю? Потому что нельзя делать перекосы Допустим, спорт и только спорт Там какие-то культурно-массовые мероприятия Это тоже вот своего рода Они в спорт превратили Хочешь, не хочешь Да, в добровольно-принудительном порядке Хоровод Если его создавать И продвигать Допустим, вот Интересная очень тема И в городе, допустим, в своем продвигать То Что нужно изменить в своем сознании И как Вообще С какой колокольни на это все смотреть Чтобы можно было Людей как-то заинтересовать У вас же опыт есть уже? Мы просто приходим и начинаем праздник Мы в русских костюмах У нас подвижная активная музыка И люди сами присоединяются И у нас есть Вот если касаемо спорта Допустим, для юноши У нас есть молодецкие забавы То есть, где ребята меряются силой То есть, той силой, которую они вот приобрели На самом деле, это очень классно заходит Когда надо смекалкой, силою Или же храбростью какой-то своей Ну, не то, чтобы победить соперника Но там, снять шапку Или еще что-то Это не выходит никогда в какой-то агрессии Не выходит в агрессии Это всегда всем смешно Всем радостно Все смеются Спорт это или не спорт На ВДНХ На самовар-фесте В День России Вот, мы были в хороводах Я поставила счетчик Я прошла 24 километра в хороводах Что ты молодец какая И это спорт Это такой спорт радостный Это можно соединять Это можно соединять Быть участником хоровода и спортивного коллектива Ну, конечно У меня вот есть ведущий, который у меня в Рязани Он Сергей Гончаров Он Мы же не совсем из Рязани Мы из областей Вот он в своем крае Он занимается спортивным воспитанием детей Он создал, скажем, такое место Где ребята ходят, занимаются спортом Там, качают мышцы Изучают вот эти вот Русские все эти единоборства На поясах или еще что-то То есть У каждого из нас Кто мы в хороводе Каждый из нас несет какую-то Свою дополнительную функцию И спортивную в том числе То есть Как вот доктор говорит о том Что Быть свободным Это счастье Абсолютное Вот И Хоровод Это праздник То есть Счастье в празднике Я так понимаю Это абсолютное счастье Ну Да Для самом деле До этого праздника Много не надо Маленькая колоночка И ровная площадка земли Никаких Финансовых дополнительных Я так говорю Счастье это быть собой А быть собой Вместе Это высшее счастье Вот По существу Мы занимаемся Воспитанием у человека Способностью Внутренней свободы Созидание Свободы А еще великое счастье Когда ты держишь За руку человека И ты видишь Что рядом Тоже человек счастлив И весь круг Он счастлив Праздник он Волнами И под конец Мы называем это Гармонизацией То есть Мы вводим медленные Красивые хороводы Под специальную музыку И знаете Люди Которые первый раз Попадают Испытывают Катарсис Плачут Это вообще-то Раньше называлось Таинство Да Такое таинство Да То есть И даже я Первый раз Психологические процессы Это похоже на разгрузку Да Это абсолютно Это разгрузка Это разгрузка Что нас объединяет Метод ключ К тому же Вот Анастасия Она будет уже Скоро специалистом По методу ключ Потому что Она получит И наш документ Потому что Она на самом деле Этим занимается И она уже Там практикует Лично Она сама Практикует Давно Это я уже знаю Да Лет 15 уже Наверное А сейчас Она уже Учит других Так что Друзья в Рязани Знаете У вас Скоро будет Специалист В первую очередь Мне надо будет Наверное Вот Анастасию Попросить Взять у нее Уроки Как это вы называете Ланкировка Ланкировки Ланкировки Да Чтобы никто Даже не посмел Отказаться От моих уроков Да Да А я вот хотел Как раз таки Спросить у Наташи Поскольку У нее Коллега Там в Белоруссии Которая Занимается Хороводом Но она Тоже не одна Тоже Ну да Много Неправильно Будет говорить Только о ней Одной А мне интересно Вот в Белоруссии Насколько Наташа В курсе Допустим О народных Национальных Обычаях Каких-то Вот таких Вот Похожих На то О чем мы Сейчас говорим Ты когда-нибудь Ты же филолог У нас Наташа же Филолог Она лучше Знает Это самое По литературе А вот так Быть тут Ты встречалась Вот соседи Твои Они вот Кроме того Что если водку Допустим Выпили И песни поют Но это же тоже Элемент Правда же Водки выпил Раскрепостился И в первую очередь Душа требует И ты песню поешь А у нас метод Ключ Который помогает Человеку Раскрепоститься Без водки И тоже хочется петь И тоже хочется Любить всех Поэтому мы все Объединяемся На основе метода Ключ Который создан Между Западом И востоком Именно в России И поэтому Дает Человеку Способность Раскрепоститься Короткими приемами Когда у людей Нет времени Долго Йогой Заниматься Цигуном Заниматься Или боксом Или еще чем Чтобы быстро Раскрепощаться И тоже петь хочется И тоже рисовать хочется И тоже плясать хочется И тоже любить хочется Вот это такое А вот ты там Встречала в быту Наташа Вот мне интересно Вот соседи твои Или кто-то во дворе Они там пляшут Или что-то делают Из народной культуры Такое Нет Не встречала А водку пью Водку пью К сожалению Поэтому мы хотим Заменить водку Хороводами Методом ключ Творчеством Созидательной деятельности И на этой основе Наша школа Человек будущего Как раз Которую воспитывает Сегодня уже Уже понимаем Исторически У нас же много Вот Анастасия Употребила слово Гинокод Вот эти хороводы Влажаться Именно русскому человеку Потому что Ты сказал Гинокодом совпадают Да Ну больше они Это не придумали Они взяли это Из истории Из истории Тысячелетий Потому что Вот я и про питание Могу сказать Вот много ученых Которые пишут Правильные там Все книги Какая диета Должна быть И так далее Но на самом деле Оказывается Нет ничего Выработанной Выработанной Эволюции Поваренные книги Которые в данном народе Отработаны Тысячелетиями Вот украинцы Борщ любят Там кто-то Еще что-то любит Вот отработанные вещи Вот не отклидывать А изучать Вот фольклор Питание Какое было В данной экосистеме И так далее Отработанное И вот Опираясь И восстанавливая Это Совершенствовать Дальше Я честно говоря Только этим и занимался Ключ только Собственно говоря Тоже поэтому Возник Не искусственного Я его придумал Потому что Я изучал Как люди действуют Во время стресса Как они принимают решения Во время творчества В экстремальных ситуациях И оттуда появились Эти новые Приемы Принципы И правил У нас просто Вот элементы Народных праздников Они включаются В различные мероприятия Массовые И в современные праздники И там Праздники Какие-то старинные Тот же Иван Купала Там Тогда и водят И фороводы И все это делать В Белоруссии Да Ты видела Да И у нас Вот я же В маленьком городке Живую И у нас Всегда отмечаются Эти праздники На день города Там всегда Эти народные А то я подумал Что там Не делают Нет Ну ты говоришь Соседи делают А соседи нет Соседи нет А вообще А вообще Молодые люди А так вообще Да Это есть Поддерживается Память об этом О том Как одеваются Одежда С белорусским орнаментом Белорус вообще Одни из впереди Наш север И Белоруссия В Белоруссии даже Возродили женскую Славянскую гимнастику Мужскую славянскую гимнастику Это такая славянская йога Это тоже вот Все оттуда пришло И Я знаю про это Я все таки знаю Я Как там Есть это самое Мне говорят Вот это разгрузочное действие Это же есть у нас Говорит В славянской культуре Там В каком-то виде Упражнений Я просто хочу сказать Что у нас Ключ-то Отличается Вот чем Отличается тем Что во время Выполнения Этих же действий Там Шелтай-болтай Или каких-то Других действий У нас Вектор внимания Другой У нас Сознание Направлено Не на Качество Выполняемого Движения Не на Упражнения А направлено На решение Своих Волнующих Задач Будь они Интеллектуальные Умственные Задачи Будь они Творческие А вот эти Все эти Похлопывания Притопывания И так далее Что есть В любом танце Никто не спорит Но там Это направлено Внимание На притоптывание А здесь Человек Притоптывает В ритме Своего Состояния Думая О решении Своих Вопросов И поэтому Одновременно Здоровье Обретает Одновременно Решает Вопрос Потому что Это притоптывание Помогает ему Его лучше Решить Это инструмент Для решения Вопросов Поэтому Конечно Это есть В Белояре Везде Это есть Это есть Просто Надо понимать Что мы Поняли Что это Везде Есть Мы Эту Мифологию Историю Анализировали И вывели На новые Костные уровни А теперь Это будет Помогать И арифметические Задачи Решать И геометрические Задачи И картины Рисовать Если Говорить О задачах Как Допустим Анастасия Можно Применять Чисто Применительно Вот Ваши Хороводы Уже Вот Проси У нас У нас уже Многие Ребята Я же Не одна Используют Эти хороводы Как хороводотерапия Это называется То есть Ну согласитесь Если человек Ведет хоровод один Это наверное Уже Нет У нас у всех Есть какая-то команда Хоровод Зависимо от количества Участников Можно Вытянуть Двоем Вот А так Конечно Нужна Нужна команда Соучастников Которые С радостью Будут в это Вступать Это Помогает Расслабиться Снять напряжение Есть Специальные Детские Программы Для разных Детских Возрастов Есть Программы Для людей С С ограниченными Некоторыми Возможностями Есть Идеи Проводить Вот мы Сейчас Разрабатываем Такую систему Просто думаем Как нам Вообще К этому Подступиться С разными Сложными Детками То есть Просто Помочь им Праздником Снять Вот этот Минокарпич Но мы все Используем ключ Чтобы вообще Войти в этот Поток Личное я Когда выходишь На сцену Нужно быть Свободным А чтобы быть Свободным Я всегда Использую ключ Поделитесь Ну так как Я ключом пользуюсь Достаточно Давно И я же Не всегда занималась Хороводами Я работала На выставках Я вела свадьбу Вечеринки То есть Скажем Такой Тамада В завязке Вот И чтобы выйти К людям Ты должен быть Свободен Да Вот отсюда Нести А чтобы здесь Раскрыть Я где-нибудь Буквально В туалете Да Шалтай-болтай Понемножку И ты расслабляешь То есть Ты снимаешь Этот страх И пожалуйста Вперед Вперед На сцену Это заменяет 50 грамм Для храблисти Да То есть Алкоголь Я не употребляю Категорически И соответственно Без ключа Мне очень Было бы непросто Хорошо Что он На моей жизни Ну а теперь Она это Включит еще В обучение И во время Хороводов И они тоже Будут там Кое-какие Время Я Вот по Скажем По диагностике То есть Делала на своих Ребятах То есть Делала диагностику С разведением Рук до хоровода И после Вот нам в этот раз Ключевой стресс Для моторной Приемной Вот То есть Он тоже Так же В принципе Работает Но В отличие От ключа Единственное Что на хоровод Надо как минимум Полтора часа То есть Чтобы пройти Всю программу И чтобы Полностью Человек Возбудился Отключился Переключился И гармонизировался Надо гораздо Больше времени А с ключом Быстрее Естественно Ну естественно Но если их соединить Получается И хоровод Прекраснее Конечно Да Вот это О чем и речь идет Одно другому Помогает Анастасия А вы пробовали Проводить хороводы Ну скажем Там В детских садах В школах Сейчас об этом думаем Потому что нам Немножко надо Во-первых Квалификацию повысить Свою собственную И это не так просто Зайти в садик И начать это вести Ну нужно Определенные движения Я почему спросил Потому что Я знаю Что если Родители зажаты И Познакомить их С методом ключа Гораздо будет проще Через детей Но к детям Зайти Это будет Наверное Сложнее Да Действительно И как вы планируете Повысить свою Квалификацию В этой части Ну то есть Во-первых Вы же не будете Детям говорить Это мне не детям Надо говорить У нас есть ребята Но они подключают В этот хоровод И взрослых И детей Я Снегурочка Не в садиках Вот Снегурочкой Я работала Использовала Элементы хороводных Праздников На Новый год Мы их всегда берем В игру И родителя И ребенка Кого первым берете Это важно Они вместе сразу идут Родитель всегда идет С ребенком Ребенок Один не отключается Единственное Что мы их потом На небольшое время Разделяем В середине праздника Когда взрослые Играют в такие Активные игры Где можно ребенка затоптать А кто больше заигрывается Наверное взрослые Да Да Взрослые отрываются Лучше детей Носится Сшибает друг друга Хомутает То есть эти игры Они отсюда Слушай Я тебе хочу сказать Я ездил В Великий Устин И готовил Встречу Санта-Клауса С Дедом Морозом В Великой Миссии И со мной Был Тоже Со мной направлен Туда в массовик Затейник Не буду говорить Как его зовут Массовик Затейник Который тоже Обучал персонал К этому событию Потом Пожалуйста В следующий раз Когда-нибудь Напомните мне Как я готовил Встречу Санта-Клауса С Дедом Морозом И чем это кончилось И чем это кончилось Ну они хорошо Встретились Это все было хорошо Ну это было Казенное событие Чиновничье событие Меня там Направляли Верхние Так сказать Руководители Но вообще Я потом Подноготную Расскажу Как это было Потом смешно Это будет Очень весело Мы этому Посвятим Как-то Одну встречу На этой теме И у меня Друг Герман Пилипенко Он Деда Мороз Он Деда Мороз Я ему передаю Привет Герман Привет Такой шикарный Деда Мороз Из Новосибирска Он такой прекрасный Он тогда настоящий Да Дед Мороз Он умный человек Он психолог Профессиональный Он работает Гипнозом занимается Гипнотерапией В это уже время Он как раз Эти детишек Приветствует На Новый год Все время с бородой Иногда я его даже не узнаю Когда вижу Такой красавец Такой Герман Ну а мы еще об этом поговорим Герман привет Мы всех приветствуем Хороших людей Потому что Очень добрых людей много Я хочу насчет доброты Сказать такую вещь Что когда Достоевский сказал Красота спасет мир Это не всегда всем понятно Потому что Одному это красиво Другому некрасиво Доброта спасет мир Отзывчивость Чувствую чужую боль Все переживания Вот это вот Чисто человеческое качество И у человека всегда есть Вот этот выбор Быть человеком Или не быть человеком И мне кажется Вот как говорил Толстой У нас есть такой ориентир Это совесть И как говорил Кант Звезды над нами И этика внутри нас Я почему об этом напоминаю Потому что Главное же нравственность у человека Помимо физических возможностей Нравственные качества И вот это духовное развитие Это как раз таки Проще говоря Быть порядочным человеком Быть порядочным человеком И полезным не только себе Но и для других Вот это мы и развиваем Я хотел вот напоследок еще спросить Про ролевые игры Александр Про ролевые игры Сейчас психологи Вы говорите Очень Модно сейчас Очень много Нет доктор Я говорил О геймофикации То есть Играфикации Гейм Слово игра Орлевые игры Это А я Я почему-то Немножко так Прикипел К этому слову Потому что Много психологов Сегодня Они пытаются Преподнести Вот эти Раскрепощающие Приемы И прочие Десятые В форме игры Поскольку мы еще Коснулись Детского сада Детей В форме игры Конечно У меня дочь Шейла Она как раз занималась В детском приюте И в детском саду С детишками И там были И психиатрические дети Которых направляли И так далее Так она просто Вот когда Ключевой стресс-тест Например Им показывала Она же не научным образом Им показывала Лекции Ну понятно А там полетаем Дети полетаем Полетаем Представим Что мы летим И там главное было Что они начинают Типа подражательские Вот так Поскольку она говорит Полетаем И она говорит Представьте себе Воробушком Представьте себе Там чаечкой Представьте И они воображают Они очень хорошо Воображают Дети У них это быстро Получается У них включается Автоматизм Рефлекторные И они на самом деле Входят в это состояние Очень легко Потому что Чем моложе Человек Тем открытие Открытие К тому Что его образное Машление Вызывает у него Рефлекторик Если человек Будет каждый день Смотреть в зеркало И видеть Какой я бледный Он на целый день Себе заряжает Что у него Плохое состояние А посмотрит в зеркало Улыбнется И скажет Я молодец И он на целый день Чувствует себя хорошо И чем моложе Человек Тем у него Гормональные всплески В этом направлении Поддерживающие Его образы Как известно В молодости Бывают Вот она Как бы Золотая Такая Такая Молодежда Вот я хочу Сказать Мы С супругой Когда Вечером Встаем То птицы Летят Как правило Прилетают С югов И улетают На юга И это Происходит Либо Ну как правило Вот вечером Уже Вот почему-то У нас Здесь Они прилетают В 10 В 11 И вот Мы когда гуляем Вечером Эмоцион Волей-неволей Летишь Вместе С ними И ты понимаешь Вот сейчас Я послушаю Вас Доктора Я понимаю Что я становлюсь Молодее И молодее Моложе И моложе А вот сейчас Много Психологов Которые Рекомендуют И показывают Что игра Игра С помощью Игры Я считаю Что Чем Отличается Наш метод Ключ Он отличается Тем Что у нас Есть Моделирование Видов Действительности Например Человек Вспоминает Когда он был Счастливый В какой момент В жизни И воспроизводит Прежде испытанный Опыт Подключая Действия Которые У него Тогда были Чтобы Голограмма Открылась У него Это состояние И он Оторвался От всего Земного От рутины Страхов Переживаний Беспокойства Печатаний И вышел На новое Состояние И там Настроил себя На будущее Так у нас Человек Играет Тоже Играет В эти игры Но играет Свою собственную Роль Не чужую Которую Ему Психологи Навязывают А ты Сделай Это Ты Сделай Это Там Много Рассных Методов А вот У нас Играет Свою Собственную Роль Вспоминая Себя Счастливым В какой-то Мномер Жизни Он может Воспроизводить Это состояние В новом Назначении Вот мы Берем Просто Как Фольклор В хороводах Народные Так мы Точно так же Фольклор Глубинный Человека Данного Конкретного Чтобы он Вспомнил Когда он Был Прекрасен Когда он Мог Вообще Быть Героем Воспроизводит Это состояние Запоминает Его На будущее И там Есть Разгрузки И перезагрузки В упражнениях Как проложить Тропиночки На будущее Чтобы в любой Момент жизни Хоть в самолете Хоть под водой Хоть где Когда ему Нужно Преодолеть Страх И совершить Какое-то Действие Которое Он Хочет Он Вспомнил Это состояние Чтобы он Мог Это вспомнить В момент Стресса Любого Стресса Чтобы он Мог Вспомнить Специально Это Производится В упражнении Перезагрузки Но там Есть Определенная Технология Мы Об этом Конечно Поговорим В следующий раз А сегодня Я хотел Напоследок Наташу Еще раз Попросить Скажи Пожалуйста Вот Вашим Белорусам Ты сможешь Как-то Передать Не только Свою книгу Когда ты Выпустишь А еще То Что в нашей Школе Есть много Из Белоруссии Участников А ты Живем Они у меня Все время Спрашивают Наташа Наташа Кузьмина Мы ее Любим Они пишут Там мне Постоянные Благодарности Ты когда Там будешь Ты сможешь Им видео Сделать И передать Лично Привет От себя Не только Чтобы я Переделал Не знаю Постараюсь Но Я хочу Наташа Ну все просто Вот Как говорится На той передаче Одноименной Пользуюсь случаем Передаю привет В Белоруссию Которую я очень люблю Однажды В Витебске Когда Значит Некоторое время назад Я попал И хожу Мне негде было Покушать И я понимаю Что я сейчас С голода Просто Практически умру И я хожу Туда Сюда Повторяю Вот эти движения Хожу туда Сюда Я понимаю Что мне надо Кушать В 10 утра Ресторан Не работает Там значит Кафе Не работает И я вижу Человека Который идет И я говорю Скажите пожалуйста Где здесь У вас Можно покушать А мне так просто Спокойно Говорят Так вот же она Бульбяная Как 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 Бедная И я чуть не рухнул Потому что Я ходил Около еды Вот Когда зашел Я посмотрел А там Видов 40 Если не больше Разных блюд Из картофеля Я до сих пор Люблю Бульбину Я люблю Витебск Я люблю Белоруссию Витебск Это удивительный город Я через Некоторое время Буду разговаривать У нас будет Телемост Из Витебска Тоже человек Профессор Который Занимается Кабалой Лайтман Он из Витебска Причем Мой друг Мой друг Михаил Казиник Который Эксперт Нобелевского Оркестра Который Создал Школу Будущего Который Тоже Он Говорит Всем о том Что Надо культуру Поддерживать Потому что Человек Это культура Его Очень любят Все Вот Он тоже Жил В Витебске В Витебске Жил Шагал В Витебске Жили Очень Большие Люди Гениальные Так вот Самое интересное Что наша Наташа Писательная Она как раз Таки Из-под Витебска Она из Такого Города Который Называется Городок Это вообще Супер Это вообще Супер Так что Ждите Друзья Книгу Наташи Скоро Она будет Так что Я вам Очень Благодарен Если у вас Еще Есть К нам Вопросы Александр Из Курска Задавайте Пожалуйста Я Вот Чисто В применительном Практическом Смысле Для себя Вынес Следующее Что Хоровод Ключ К К Тому Чтобы В первую очередь Гармонизировать Все-таки Семейные отношения Через Детей Это Самое Главное И По Отдельности Вот Эти категории Людей Достаточно Сложно Вовлекать А все-таки Если Детей И родителей Все семьи Ходят Конечно Маленькие дети Да То есть Изначально Родители Встают В хоровод Ради детей То есть Если Это не просто Молодые люди Которые Пришли А приходит Семья И когда Ребенок Видит Как мама И папа Как дети Отрываются Прыгают Играют У них Начинается Другой контакт Ребенок Родители Видит Другими Глазами Это Так здорово Смотреть Как ребенок Восхищается Родителями Где же Еще могут Дети С родителями Встречаться Вместе Каким-то Делом К сожалению Только на хороводе Получается Так получается Так получается Да В сексе Спортивные Они такого Не могут Сделать Ну естественно Всякие Мама Папа Я Спортивная Семья Под музыку Радости Потому что Народом Это Изобретено Тысячелетиями Ну оно Проверено Отфильтровано И сейчас Вот надо Этим Пользоваться Вот Следующее Тысячелетие С чего Мы все-таки Начинали Как Как раз Наш разговор Мы будем Заниматься Все-таки Внедрением Метода Ключ Тестирование Его И Шлифовка Его И хороводы Будем использовать Не только Для того Чтобы Сближаться И сохранять Мир На планете А для того Чтобы создавать Изобретение Потому что Человек Будущего Хомо Футурса Наша школа Она называется Для развития Навыков И качества Здоровья Избережения Творческих Качеств Изобретательского Мышления Потому что Человек Творец Если бы Он не был Творцом Мы бы Давно Вымерли Как Вымерли Нам Мамонты Потому что Поменялась Экология И мамонты Вымерли А человек Наиболее Адаптивное Существо И Эта Адаптация У него Максимальная Получается За счет Его Созидательной Способности Что он Может создать Новое И преодолеть Все Как говорил Ричард Бах Это не звезды Вечные Это мы Вечные Я на самом деле Думаю так Ну вот видите Начинались Тысячелетия А теперь Говорим О вечности Полной Поэтому Беремся За руки Друзья И Чтобы не Пропасть Поодиночке Спасибо До встречи Спасибо До встречи До свидания До встречи Помоги Пожалуйста Наташа Выключить Компьютер Привет